Привет всем любителям хорошего звука! С вами Левчук Александр, канал Звукомания. И в данном выпуске я расскажу про эквалайзер. А именно, зачем он нужен, этот аппарат. Первый раз делаю видео на новой квартире, я переехал. У меня был большой переезд, очень большой. Я сейчас нахожусь в своей комнате. Кстати, не пользуюсь светом, я обычно подсвечиваю все видео каким-то лампами. А тут никакого света, то есть один всего лишь источник, это окно. Комната, где я нахожусь, очень светлая, хорошая. Это спальня, я буду, скорее всего, здесь много видосов снимать, потому что комната светлая, хорошо снимать и без даже дополнительных источников света, типа ламп. Кстати, я сейчас комнату для прослушивания делаю. Может быть, как-нибудь позже покажу, но не в этом видео. Покажу, расскажу, что я планирую сделать, что уже сделал. Ну, в общем, в следующем, может быть, через два видео, может быть, даже через месяц, я расскажу про данную комнату. Ну, а сейчас про эквалайзер. Эквалайзер. Сейчас у меня вот таких вот два аппарата. Один разобранный, то есть тут крышку я уже отвинтил. А это мой старый, давний, дружище эквалайзер, который я иногда применял для некоторых подстроек. Ну, в основном я применяю вот этот эквалайзер для выравнивания тыловых колонок, чтобы с фронтальными лучше работали. Я вообще не советую применять эквалайзер именно для прослушивания высококачественной музыки. легче поменять какой-то блок, акустику, кабели и добиться лучше в этом качества звука, чем, допустим, ставить эквалайзер, что-то менять частотами. Одно выравниваешь, другое валится. То есть я уже эту всю школу прошел. Еще у меня есть нераспакованный, кстати, эквалайзер Техникс. Вот здесь 10 ползунков, а там, сейчас я скажу, где-то или 15, или 20, может даже больше. Там просто очень много шкафов. Как-нибудь про него расскажу тоже. Это самый обычный эквалайзер. Эквалайзер прибой ЭО или Э014С. Так, вот это уже переделанный эквалайзер. Не помню уже что, но я не буду сюда залазить. А мне необходимо вот этот сделать, эквалайзер. Потому что там что-то гремит. Не знаю, что-то требушит. Я, короче, открутил. Сейчас буду я его вскрывать. Давайте посмотрим, что там внутри. Открывается он, конечно, туговато. Он весь закисленный. Скорее всего, где-то валялся. Валялся где-то в подвале. Мне его один друг подарил. Говорит, забери. Посмотри, переделай, доделай. Короче, забирай его себе. О, что-то отвалилось. Ага. А, ну, всего лишь прикрутить вот этот вот. Ох, ёлки, что-то ещё отвалилось. Так, давайте посмотрим. Опа. Ага. Так. Так, трансформатор отвалился. Уже не помню, как его вставляет. Так, скорее всего, это вот сюда. А этот вот сюда. Да, точно. Да, вот так вот. Вот, да, точно. Вот так вот, короче. Нам будет его прикрутить. В принципе, он такой ещё ничего. Клубники ещё крутятся нормально. Вот, трансформатор неплохой. Но я его подключал, и он работает, то есть полностью рабочий аппарат. Да, переключает, всё нормально. Вот, внутри, слава богу, что ничего не отвалилось. Так, сейчас мы прикрутим вот эту штуку. Я думал, что либо плата какая-то отвалилась, но даже не думал, что трансформатор. Потому что трансформаторы так крепко тут привинчены, что вряд ли чего отвалится. Но он отвалился. Вот, выпуска стёртых. Я его переделывать не буду, я его не буду доделывать. Оставлю как есть. Вот в таком, не копаном варианте. Внутри всё нормально. Не, хороший такой. Внутри-то, ничего. Главное, что он внутри не копанный. Потому что мне, допустим, попадались эквалайзеры не особо в хорошем виде. Переделанный усилитель туда впаян. Короче, целая куча всего. Ну вот. А этот прям довольно неплохой. Да, неплохой. Кстати, я придерживаюсь такого принципа. Если что-то в комплекте менять, то либо усилитель, либо акустику, либо источник, либо кабели. Эквалайзером, ещё раз, эквалайзером вы не вытянете того, что задумано звукорежиссёром. Чем вы будете подстраивать частоты эквалайзером. Но если вы захотели пользоваться эквалайзером, то советую взять аналоговый физический эквалайзер. Не пользоваться программным, которые вшиты в плееры, которые стоят как примочки, приложения, улучшайзеры для плееров. Не советую ими пользоваться вообще. Лучше, конечно, если вы уж хотите купить, либо пользоваться эквалайзером, то, конечно, взять вот такой физический аналоговый эквалайзер. Стоят они недорого на Авито, от 1000 рублей и выше. Ну, смотря какой аппарат по характеристикам, по состоянию, то есть вам решать уже. Как правило, эквалайзеры, именно вот такие вот аналоговые, физические, они используются на студиях. Улучшение звука с помощью эквалайзера возможно, но опять же лучше поменять усилитель, акустику, либо источник, и тем самым добиться лучшего звука. Каждый регулятор на эквалайзере соответствует своей полосе частот. От более низких до более высоких. По середине средние частоты. Эквалайзером также можно скомпенсировать недостатки вашего помещения. Выравнивая определенные частоты, вы тем самым добьетесь лучшего звука. Прежде чем покупать эквалайзер, вам необходимо правильное расположение акустических систем. Если акустика стоит неправильно, то никакой, ни программный, ни физический эквалайзер вам вообще не поможет. Настроить эквалайзер по вашему вкусу лучше, конечно, тот эквалайзер, который имеет более 10 ползунков регуляторов. А вообще лучшая коррекция это акустическая обработка самого помещения, где вы будете прослушивать музыку в высоком качестве. Ну и сама замена компонентов на более лучшие. Не бойтесь подбирать компоненты усилитель, акустику, источник для лучшего качества звука. Главное, чтобы вам нравился ваш звук. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами обращаюсь. Пока-пока. Кстати, тема эквалайзера будет рассмотрена далее. Я расскажу про настройку эквалайзера. КОНЕЦ КОНЕЦ